В Иванове зарегистрирована еще одна политическая партия. Партия прогресса небезызвестного Алексея Навального. Путь ивановских партийцев был тернистым. В регистрации региональному отделению отказывали дважды. Как поясняет руководитель новой Ивановской партии, по чисто бюрократическим причинам. Отказы формально мотивировались неправильно заформленными документами. Но если взять другие политические партии, ни одна партия не получала 3-4 отказа в одном регионе. И ни одна партия не получала 190 отказов в России. Ну, например, такой отказ, что документ отксерокопирован с двух сторон, тогда как надо было каждую страницу отдельно. То есть формальные причины, которые никакого отношения именно к реальному смыслу не имеют. И вот, наконец, последователи Навального добились своего. Партия официально зарегистрирована. Первостепенная задача – сформировать состав. Основная идея этой политической ячейки, по словам Алексея Второго, заключается не в свержении власти, а в соблюдении закона. Первое, чем займутся партийцы в Иванове, это контроль за региональными чиновниками, исполнением их должностных обязанностей и требований буквы закона. Второе направление – это, конечно, выдвижение и корректировка каких-то законодательных инициатив. Может быть, на местном уровне, может быть, на федеральном уровне. На федеральном уровне законодательные инициативы остались после выборов Навального в мэры города Москвы. Шесть законов там предлагались, они не прошли, их надо продвигать. Кроме того, возможно, будет и протестная деятельность. 21 числа будет марш мира, куда приглашаются все желающие. Акция санкционирована. Губернаторские выборы явственно показали, что за партию власти и системную оппозицию выступает 100% граждански активного общества. Но явка составляет всего 37%, а значит, уверены партийцы, оставшиеся 63% – это тот пласт, с которым они и будут работать. Люди, которые не ходят на выборы, потому что для них там выбора нет и есть потенциальный электорат партии «Прогресса». Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.